Сколько дней надо для того, чтобы простой русский человек понял, что он нищий, что у него ничего нет, и у него есть один выход – выходить на улицу и требовать отставки Путина? Ну, я вам скажу так. Вот один мой знакомый поднял еще позавчера. Он получил из-за границы перевод и хотел получить доллары. Пошел в банк, это центральный был Сбербанк, а ему сказали, что долларов нет. И сейчас вот тот курс доллара, но пока не его… То есть Центробанк не может интервенции делать, поддерживая курс доллара. Денег нет. Сейчас вместо интервенции Центробанка заставляют экспортеров 80% валютной выдержки отдавать государству. Это используется в качестве интервенции. Но сейчас чуть-чуть еще и у экспортеров ничего не останется, потому что происходит бойкот на их экспортные товары. Что касается рядового гражданина, Центробанк повысил ключевую ставку процента в два раза. То есть в два раза должно все вырасти. Автомобили «Жигуль», несчастный «Жигуль», «Лада», или как она сейчас называется, 30% в плюс. То есть все остальное удваивается или 30%, или 50%, то есть это будет чудовищный рост цен. Ну, я не знаю, русский народ терпеливый. Правда, теперь он за последние годы немножко из-за высоких цен на нефть покрылся жирком. Но этот жирок сойдет, я думаю, за месяц это будет плохо. То есть уже почувствуются серьезно. Но я вам что хочу? Да, продовольствие. Россия закупает 80% продовольствия. Это повысится в разы. В разы. Но на вторую часть вашего вопроса, чтобы он вышел на улицу, вот тут-то у меня проблемы. Дело в том, что через два дня должна состояться сессия парламента, где они должны объявить военное положение. Вот и все. Первый пункт в этом решении будет никаких демонстраций, никаких даже пикетов под угрозой страшнейших уголовных преступлений. Вот для чего это делается. Защищается также пространство в средствах массовой информации. То есть народ загоняет Маркс. Прекрасная фраза ему принадлежит. Не может быть свободным народ, который угнетает другие народы. Его сюда поставить не может быть свободным народ, который осуществляет агрессию или завоевывает другие народы. Вот тут и получается. То есть русский народ будет загнан под шконку его правителем. Одним единственным. Причем среди этих людей будет и олигархи, богатые люди. Потому, что вчера Байден сказал в отношении богатых людей. Найдем всех. Найдем всех. И заберем у вас все. Все, что у вас есть за пределами России. Все. Абрамович уже все продает. Сейчас охота. Четыре крупнейшие яхты обнаружили в районе Мальдив. Все. Идет охота на волков. Идет охота. Идет охота. Я бы сказал, правда, это не волков, на шакалов, которые питались отбросами от барского стола 20 лет, покрылись жирком. Но теперь все. Скажите, пожалуйста, а могут олигархи или крупные военачальники или какие-то политические лидеры прийти к Путину и сказать, Вова, завязывай, все, уходи? С этим, я думаю, тоже сложно. Вот нечто подобное было в 91-м году. Когда вот ГКЧП, вы помните, да? Да, конечно. И надо было решать вопрос с ГКЧП. И потом у них был, вот буквально-то в один день, 19-го произошло к вечеру какая-то заминка с ГКЧП. И там один журналист по центральному телевидению, у него репортаж, он сделал, по-моему, Медведев. Медведев, Сергей Медведев, да. Да, который сказал, какая-то ерунда происходит, ввели танки, зачем их ввели. То есть, все люди поняли. Ну, люди сразу поняли. А теперь по центральному телевидению сказали, что идиотизм проходит. И все. И народ зашевелился. Но тогда были люди, которые могли прийти и сказать вот то, о чем вы говорите. Там был Евгений Максимович Примаков. То есть, это были люди, которые были известны в стране и за рубежом они пользовались авторитетом. Они не были замазаны, понимаете? Они могли говорить и с ГКЧП. Они могли говорить и с Западом. То есть, потом там еще был президент Всесоюза промышленников. Вольский, Аркадий Иванович. Совершенно верно. Аркадий Вольский. То есть, там была группа товарищей. Но Путин же, он создал самокурок или бледная моль. Он окружил себя личинками этой бледной моли. То есть, там нет ни одной яркой личности. Это первое. Вот его встреча с Советом Безопасности. Она же показала, что это такое. Да, это просто ужас какой-то. То есть, там нету личностей. Нету людей, которые, ну, как говорится, которые самосознанием человеческим обладают. Интеллектом. И нету людей, у которых было бы хорошее, нормальное отношение с Западом. Есть вариант в этом деле. То есть, все они где-то как-то замазаны. Вообще, я считаю, что одна из наиболее рациональных вариантов – это вот вариант Павел Первый, табакерка, офицерский шерф. Вот. Потому что, ну, он в последнее время совсем уже с катушек съехал. Все чаще напоминает о существовании ядерного оружия. Вот. Ну, и что ж, люди 20 лет непосильным трудом наживали, наживали. Столько создали. Вот это все. И вот этот, вот этот. Главное, скажите, за что. Понимаете? То есть, я думаю, что это вот один из немногих оставшихся вариантов. Идиотизм ситуации состоит в том, что, ну, раньше, ну, вот в 20 веке, крупные войны, Первая, Вторая мировая война, они имели под собой какую-то реальную экономическую основу, политическую основу. И идеологическую. И идеологическую основу. Вот это же, то, что сейчас происходит, то, что этот бункерный создал, это только плод его больного психического состояния. И ничего больше. То есть, в истории, ну, не знаю, может быть, Навуходоносор так же вот руководствовался. Не уверен. Но с начала 20 века ничего подобного не было. Юрий Борисович, на Украину сегодня летят и ракеты, и крылатые бомбы, и снаряды. Черт и что. На Киев, на Харьков, на Херсон, на Чернигов. Страх божий просто. На города Донбасса. Расскажите, пожалуйста, а может он ядерную бомбу бросить? Ну, это вопрос только чисто, понимаете, если бы я смог его освидетельствовать, как пириатор, увидеть с ним, хотя бы пообщаться. Я вам точнее сказал. Меня останавливает только одно. Сказать, что да, может. Ну, во-первых, чисто практически. Если, допустим, он сумасшедший вариант, он отдает приказ. Но он же должен по цепочке спуститься, там, к командиру подводной лодки. Он должен пройти через министра обороны, начальника генштаба, там и туда. И я надеюсь, что это должно быть. Именно потому, что эта война ни о чем. Вообще ни о чем. Ядерная война, скажите, за что? Это не враг на нас напал. У нас нет экономических причин, идеологических ради этого, чтобы уничтожить самих себя. А это будет уничтожение, это самоубийство будет. Поэтому я очень надеюсь, что найдется на этом этапе группа людей, которые скажут, ну, все, хватит. Клиент дозрел. Это первое. Второе. Я помню еще, когда я работал во внешней разведке, со времен Советского Союза это было основное активное мероприятие, которое проводилось из года в год на планомерной основе. Пугать, прежде всего, Соединенные Штаты Америки таким месседжем, что, ребята, в Кремле сидят не совсем психически здоровые люди. Поэтому, если они что-нибудь там творят, ну, нехорошее, да, черт с ними, давайте или прости им, или не будем обращать на это внимание, потому что, ну, они идиоты. Они нажмут на кнопку и все, понимаете? И это, и вот это распространяли. Были уникальные случаи. Я своим зрителям рассказывал, как это все проводилось. Но из числа руководителей Советского Союза был только один Никита Сергеевич, который говорил, что мы вас похороним, да, и мы штампуем крыла своей ракеты, как сосиски. У нас их тысячи, говорил он, когда их было всего две. Две, реально, во время Карибского кризиса, считали, когда он говорил, американцы, полагаясь на слова Хрущева, они думали, ну, не может, что он так нагло врать, это же глава государства говорил, что их тысячи. Американцы считали, что около тысячи, ЦРУ считала. А их было всего две, как потом оказалось. Когда Blackbird, это после У-2 самолет начал летать, вот только всего две установки нашли. Ну, вот, то есть, после Хрущева уже при Брежневе никто такого не позволял. Люди вели себя солидно. А теперь этот вот, это пирял у Хрущева. Поэтому, значит, надо всегда иметь в виду, что это может быть продолжение активного мероприятия. При этом, вот он грозился в последнее время, но он, как сказал, привести в особое состояние, да, в особое положение вести. Ну, как-то так, да. Особое. Это ерунда, такого нету особого. Есть повышенная боеготовность и так далее, но такое особое состояние. Особое – это подготовить чемодан с зубной, этой самой щеткой, бритвенная принадлежность, вот это особое. Ну, и как на это доложил ему Шойгу на следующий день или через день, что да, дополнительное боевое дежурство. Севрный, Тихоокеанский флот, что-то такое. Там подводные лодки всегда, часть на боевом дежурстве всегда, а те, которые не на боевом, проходят регламентные работы или… То есть, они всегда в боевом дежурстве. Ну, может быть, на одну подводную лодку дополнительно выслали в Тихий океан, одну в Северный, этот самый, или Атлантику. То есть, тут понятно, что… Ясно, что был блеф. Ну, и, наконец, если они приводятся в состояние повышенной боевой готовности, у американцев их тут несколько этапов есть, то это становится заметно системой раннего обнаружения противной стороны. Американцы не обнаружили, слава богу, ничего, поэтому ничего в статусе своих вооруженных сил они не поменяли. Это сейчас. Но что будет дальше, трудно сказать, зависит от его психического состояния. Ну, и вообще, я надеюсь, там же у него есть, вот говорят, свою любимую женщину, то ли она его жена, то ли любимая женщина, с детьми с собой взял. Я думаю, что, может быть, у нее лучшие оценки были по истории, чем у него в школе. Может, она знает, чем закончилась Клара Питачи, эта красивая итальянская девушка, которая любила Муссолини. Да, повесили обоих. Да, за ноги, вверх ногами.